Здравствуйте, дамы и господа, с вами как всегда Бет. Сегодня поговорим о последних новостях игры Тарисленд, а также о том, есть ли смысл вообще проходить мифическое царство, более высокие уровни, да, то есть выше 10-го, забирать вот эти награды, как тут что происходит, я прошел уже вот до 39-го, у меня все открыто, да, это было на стриме, поделюсь своим опытом, возможно это натолкнет вас на какие-то мысли, кто еще там не проходил, кому сложно проходить, как издевать это, чтобы было проще, вот, то есть я думаю инфа будет полезная. По поводу новинок игры, у нас появилась акция, пригласи друзей, зарабатывай, в общем-то, бесцветные кристаллы, то есть донатную валюту, тут нужно, в общем-то, создать новый аккаунт, то есть и ввести вот на этой странице, вот тут внизу, промокод ZGE7, это мой промокод, если хотите помочь, можете ввести, что нужно, чтобы, в общем-то, зачислили вам награды за друзей, это чтобы человек докачался до 40-го уровня, чтобы он прошел мифическое царство, может быть он купит месячный билет, вот эту подписку Лиги Авантюристов, да, ему понадобится вдруг и будет играть активно в течение 14 дней, то есть, ну, чтобы проходить все мероприятия и активность у него была хорошая, тогда вы получите максимальное количество кресталлов за друга, ну и можно пригласить только 10 человек, так что, если кто хочет, вводите мой промокод, также в игре у нас появилась рулетка уже довольно-таки давно, вот это, да, и примечательно, что тут можно выиграть еще и, в общем-то, транспорт, кресло, вышел, в общем-то, трейлер с этим делом, то есть, это и такое вот летающее, скажем так, летающий маунт, вот, который ты можешь использовать, проходя верхние этажи мифического царства, ты будешь зарабатывать ключи, из которых ты, в принципе, и можешь забрать какие-то из этих наград, если вдруг тебе повезет, вот, так что, как раз в этом видео, я думаю, инфа будет полезная, ну, а 24-го числа мы ожидаем обновления данной вкладки, то есть, внешнего вида, да, тут как раз появится дирижабль 24-го, я в прошлых видео о них, этих дирижаблях рассказывал, двухместный, я, честно говоря, затруднялась ответить, как он будет выглядеть, но в игре я один раз видел у чувака такую, типа, круглая рыба, типа, дирижабля с диваном сверху, это этот дирижабль или нет, напишите, я даже не знаю, откуда этот транспорт зарабатывается такой, вот, летающий, вот, по крайней мере, во вкладке транспорта я не нашел такого, и также разработчики пишут, что 21-го числа на выставке Gamescom будет презентован первый сезон игры, мы узнаем, что будет в сентябре, более подробно можно будет ознакомиться с контентом нового сезона, ну и как это вообще все дело будет происходить, информация, так сказать, из официальных источников, ну и также во вкладке внешний вид должны тут крылья появиться 24-го числа, то есть ожидаем все это дело, пополнение магазина, ну и информация о первом сезоне. Что касается мифического царства, я мифическое царство прошел 39-й уровень, вот, и больше не хочу дальше проходить, честно, долго мучились, это было на стриме, самое основное, что нужно знать перед прохождением, каждый этаж мифического царства это разные инсты, какие-то инсты сложнее, какие-то легче, действительно на более высоких уровнях мифического царства сложно играть, потому что нужно учитывать все механики игры, обязательно, каждая тычка может вас ваншотить, вот, ну и проходить действительно сложно, вот, и также некоторые боссы нуждаются в высоком ДПСе, чтобы как бы их победить, да, мы проходили 39-й уровень, это был лесной алтарь, нам сказали, ребята, что это самый легкий инст, но там было реально тяжело, проходили больше часа, ну и нам зачислили все вот эти награды, также там есть босс, у которого есть стаки, и нужно его быстро убить, то есть по времени, в среднем было у ребят 6-7 тысяч ДПСа, ну то есть у наших ДДшников, да, включая меня, ну и мы еле-еле прошли одного босса, то есть получается, что если ты хочешь проходить этажи выше, то тебе нужно больше ДПСа, особенно начиная с 40-го уровня, ты можешь сразу же влететь в 45-й уровень, он без замочка, да, и забрать все награды за все предыдущие уровни, я забрал 39, этаж 39, все предыдущие награды, там много было ключей, вот открывали все это дело на стриме, но от 40-го уровня у боссов в этих инстах есть уже энрейдж, то есть ты их бьешь определенное время, да, а потом они впадают в этот энрейдж и всех убивают просто-напросто, если не хватает ДПСа, то ты со своей группой не сможешь быстро убить босса, вот, а с учетом того, что я вот играл, у нас было 6-7 тысяч ДПСа, да, ну то есть за все убийство босса, на всей продолжительности, и этого еле-еле хватило, то есть если у твоей группы по 10 тысяч ДПСа у всех трех ДДшников, то как бы да, ты сможешь пройти более высокие этажи, вот, а если такого нет, то как бы просто-напросто делать следующее, заходи где-то на 40-й этаж и прыгай по разным этажам, пробуй инсты, смотри, то что, во-первых, выше тут энрейдж, ниже подбирай инст, вот, то есть на 39-м у нас был лесной алтарь, сейчас на 39-м может быть другой инст, то есть тебе нужно подобрать подземелье, которое тебе будет проходить легко, вот, а также стоит опираться на награды, то есть, допустим, 39-е это ключ, да, и тут у нас опять идет серебро, ключ, да, то есть я как раз пошел тот инст, который с ключом, вот, дальше, дальше у нас тут уже золото, серебро, и получается следующее актуальное, это 42-й, да, на 42-м уже энрейдж есть, вот, то есть, основные награды ведь это ключи, потому что ты же хочешь рулетку халявно крутить, вот, ну, золото тоже полезно, но ключи, я думаю, поинтереснее, вот, и из основных рекомендаций и вообще как итог, смысл проходить есть, если хочешь крутить рулетку, отбираешь инст без энрейджа у боссов, да, а собираешь группу, чтобы было где-то, ну, 7 тысяч ДПСа у каждого ДДшника, обязательно тарься столиками, бутылками, всякими бутылками, которые прожимаются там на 10 секунд, да, вот, при каких-то бустах, да, когда под твой навык камня начертания, вот, бутылку еще жмешь, вот, и тогда ты сможешь пройти все и вся, вот, будешь успевать убивать, в общем-то, боссиков до того, как они там будут творить грязные вещи, вот, поэтому я думаю, что смысл проходить вот в таком формате есть, что касается смысла вот проходить там 60 уровень, который еще до сих пор никто не прошел, сейчас на 59 там топовые ребята сидят, вот, то, как бы, в этом смысла особого нет, да, еще с учетом того, что за ключи тебе может ничего не выпасть, мне ничего не выпало за ключи, но перед этим, как бы, я еще с прошлой рулетки вытащил шлем, я именно прошлую рулетку крутил, мне, как бы, ничего больше и не упало, но зато я весело провел время, вот, оно и был доволен после победы над боссом 39 уровня, чего и вам желаю больше эмоций получать от этой игры, вот, чтобы вам было в нее играть интересно. Ну, а я, как обычно, держу вас в курсе по поводу игры Таррисленд, поддерживайте видео лайками, подписывайтесь, кто не подписан, залетайте в события, вот это вот с моим промокодом, он будет в описании, вот, если будете играть активно, то, как бы, все будет хорошо, вот, и сможете мне помочь, так сказать, а потом я чего-нибудь открою на эти кристаллы на видео, вот, с вами, как всегда, был Бэт, играйте хорошие игры, пока! Субтитры сделал DimaTorzok